На недавнем заседании экономического клуба ФБК ведущие эксперты обсудили эффективность антикризисных мер во время первой волны кризиса, это 2008-2009 годы. Однако одной из таких мер считается увеличение налоговой нагрузки на богатых. Актуальность этой темы возрастает и с учетом меняющегося отношения во властных структурах к перспективе ведения прогрессивного налогообложения. Здравствуйте, в эфире программа «Абсурды» в студии Александр Векер. У нас в гостях директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Здравствуйте, Игорь Алексеевич. Здравствуйте. И член ревизионной комиссии Объединенного народного фронта, первый зам предкомитета Госдумы по экономической политике Виктор Климов. Здравствуйте, Виктор Владимирович. Здравствуйте. Ну, начнем с вас, Игорь Алексеевич. Вы на свидании представили этот аналитический доклад. Что исследовали и к каким выводам вы пришли, если можно коротко? А потом пойдем уже по пунктам вашего доклада, который я тоже посмотрел. Я признаюсь, вскользь, но посмотрел. Ну, это уже здорово. Но я-то смотрел не вскользь. А вы писали. Да, я писал. Да, вы создавали. В том числе. Там два соавтора, еще Татьяна Марченко, сотрудник старшей эксперты Института. Значит, исходный посыл был простой. Это же мера, которая использовалась, использовалась в годы первой волны кризиса. Кризис у нас никуда не ушел. Вот была первая волна. Значит, надо посмотреть, а что было в тех странах, которые, в общем, очевидно поднимали верхнюю ставку подоходного налога. Причем активно это делали. Активно грешили этим. Прогрессивная эта шкала в развитых странах везде есть. Причем верхняя ставка на достаточно высоком уровне. 40, 45, 50, 55 процентов. Поэтому там речь не шла о том, чтобы вводить прогрессивную шкалу, не вводить. Там речь шла, и меры были повышать налогообложение на богатых. А это означало бы повышение верхней ставки или не повышать. Значит, сам перечень стран, которые делали это, наводил уже на определенные мысли. Франция, Испания, Португалия. Франция была вообще впереди планеты всей. Ну, просто там... Скандал за скандалом. Яркий. Все богатые люди ввалили из этой страны, бежали в Бельгию, в соседнюю и так далее. Да. Хотя самую-самую вот эту... Некоторые в Россию. Некоторые в Россию. Даже в Россию. Да, и паспорта получили. Да. Там даже не ввели ведь 75 процентов. Как известно, Конституционный суд это дело все торпедировал. И тем не менее хватило. Но повышение ставки там было. Так вот, Франция, Испания, Португалия, Греция, Ирландия, Великобритания. Ну, там и такой, и такой опыт. Вообще, это перечень стран, которые уже наводят на определенные мысли. Какие? А, это те самые, да, проблемные страны. Так. Да, и почему бы такое совпадение? Но важно было сопоставить. Вот это страны, где повышали верхнюю ставку с динамикой основных макроэкономических показателей. Ну, и финансовых показателей, да. А что происходило с динамикой ВВП? Безусловно, на ВВП, на его динамику влияет масса других факторов. И верхняя ставка и вообще налогообложение это не единственный естественный фактор. Но тем не менее... И не основной. То есть денег больше не будет? Да. И тем не менее, вот если кратко, даже финансовые показатели, то есть там показатели по бюджетному дефициту, да, и то они совсем были неоднозначны. А уж если смотреть на основной макроэкономический показатель ВВП, в разных странах по-разному, но вывод у нас получился однозначный. Что это не приводило к улучшению экономической динамики, напротив, это только ухудшало ситуацию. В этой связи, естественно, встает вопрос, а что у нас? Потому что у нас, как известно, активизировались разговоры о том, что прогрессивная шкала давно назрела. Да и в Госдуме, да, Виктор, обсуждали эту тему достаточно активно. И один из выводов еще, который был, я считаю, важный и применительный уже к нам. Причем, вот у нас сейчас это будет непродуктивно, что называется, это не улучшить ситуацию. Вообще причем. Но вероятность того, что мы будем вводить прогрессивную шкалу, Россия будет вводить прогрессивную шкалу, она растет. И, скорее всего, это будет. Поэтому вот такая ситуация. Там уже опыт показал, что это не надо делать, а мы, несмотря на этот опыт, движемся к тому, чтобы примерно это сделать. Виктор Владимирович, ну, вы уже сказали, да, обсуждали в Госдуме эту тему. Специалисты вот говорят о том, что надо учесть опыт, на самом деле, стран, которые вводили такого рода шкалу и брали больше с богатым. Не вводили шкалу, а повышали ставки. Ну, повышали ставки, да. Зачем нам это надо? Ну, вы знаете, я на самом деле с специалистами абсолютно согласен. Я бы даже еще усилил позицию, которую сейчас от Игоря Алексеевича сказал. Я бы сказал, что это не просто не приведет к результатам, к искомым и к ожидаемым. А ухудшим также, да? А я бы даже предположил, что мы на самом деле вот этой новой конструкции, если мы это сделаем, мы ухудшим ситуацию. И там масса самых разных последствий, которые нас в этом смысле ожидают. Вот, ну, собственно, первое и понятное мы спровоцируем. То есть мы вот на самом деле, когда мы вводили, значит, в начале двухтысячных вот эту плоскую шкалу, да, одна из задач ключевых, которая решалась тогда, значит, обелить зарплаты, точно. И несмотря на мнение отдельных экспертов, которые говорят, что вот, результат не был достигнут, а шкала, вот я тоже считаю абсолютно правильно, результат был достигнут. Мы на самом деле, наверное, не 100% зарплаты обелили, наверное, ну, практика показывает, да. Но это тоже нужно время. Но огромное количество бизнеса, в том числе малого бизнеса, тот, который, ну, больше всего, наверное, находился в синевом тегменте, поверили, значит, в эту историю, поверили вообще в правила игры, в постоянность, прозрачность. Там много было мер, не только плоская шкала, а подоходная. Вот. И мы, в общем, на самом деле результат получили. Как только мы, ну, если к малому бизнесу вернуться, просто такой очень наглядный пример, как только мы в прошлом году, значит, ну, правительство, правительство, да, правительство, социальный блок, да, в борьбе за пенсионный фонд. Помните эту историю, да, с начала года были повышены вдвое, значит, был повышен вдвое уровень социальных платежей на индивидуальных предпринимателей. Страховые, по-моему, ставки, да? Страховые, да, социальные страховые платежи, да. Да, 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 да. Мы тут же получили просто, вот, знаете, как это, прямой результат, проголосовали ногами, ушли в тень более полумиллиона хозяйствующих субъектов, индивидуальных предпринимателей. Ну, то есть это говорит о том, что система взаимосвязана, и что, принимая решения, кажущиеся справедливыми, и, наверное, поэтому популярными, нужно считать, я тут с экспертами совершенно согласен, такие более серьезные последствия. Вторая составляющая, которая нас точно ожидает в случае, если мы начнем, ну, активно в этом направлении двигаться, это очевидная ситуация с перетоком капитала и доходов, да, центров прибыли, центров доходов, перетоков в другие страны. Причем, если во Франции, значит, народ, ну, там Бельгия под боком, а Россия-то все-таки далеко, то у нас, ну, чтобы мы понимали реальную картинку, да, я думаю, я не знаю, вот, к сожалению, я что-то не видел, то у нас по соседству Казахстан, Белоруссия, у нас по соседству, значит, Украина... Я не уверен, что туда кто-то пойдет. А вы знаете, если мы поднимем здесь налоги на отца, мы перенести туда центр прибыли ничего не стоит. Давайте начнем с того, что мы уже время для повышения налогов потеряли, насколько я знаю. Насколько я видел последние экспертные оценки, надо было это делать гораздо раньше, сейчас уже поздно, так ведь, Игорь Алексеевич? Ну, по нашей оценке, это надо было делать накануне первой волны, то есть, 2006-й примерно, 2007-й год, вот там вот потихоньку, там, двухставочную шкалу, там, допустим, 13-20% можно было... Для этого нужно было обладать каким-то даром предвидения, но этого не было. Для этого надо быть просто более профессиональным, не надо вот эти дары предвидения, профессиональнее делать свою работу надо было. Вот, и, кстати, анализировать зарубежный опыт в том числе. Ну да, вот будущее еще был неизвестен, но сейчас-то он будет известен. Но один из выводов, к которому мы пришли, это на самом деле, что несмотря на все эти интересные, в общем, итоги, которых достигли в зарубежных странах, у нас, скорее всего, будет введена прогрессивная шкала. То есть вы прогнозируете, да, что мы пойдем по самому худшему варианту? Да, и мы исходим из того, что интересы экономики здесь ведут на второй план, а политически это выгодное мероприятие для власти. И поэтому, знаете, ну, естественно, большинство поддержит. Это электорально очень... Мы продолжим говорить об этом сразу после новостей. Из кризиса за счет богатых. Вот тема нашей сегодняшней программы. Причем эта тема звучит со знаком вопроса. У нас в студии директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев и член ревизионной комиссии Объединенного народного фронта, первый зам предкомитета Госдумы по экономической политике Виктор Климов. Итак, мы уже по большому счету выяснили, надо было применять, ну, скажем так, вот этот налог на богатых гораздо раньше. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что тот опыт, который приобрели страны за рубежом, и то, к чему мы сейчас только приходим, или пытаемся прийти, может быть, совершенно диаметрально противоположный результат получить. Почему? Ну, на мой взгляд, так. Потому что у нас совершенно разные страны, разная экономика и разный вот этот разрыв между бедными и богатыми. У нас он гораздо выше, нет, Игорь Алексеевич? У нас выше, конечно. Намного больше вот этот разрыв. Ну, примерно в два-два с половиной раза. Смотря по каким группам там. Тем не менее, мы это исследовали. И что, это не сыграет никакой роли? Нет, вы сказали, диаметрально противоположный результат. Ну, это ситуация сама, и результат, потому что все, что происходит там на Западе, те меры, которые они предпринимают, они один эффект имеют. Если мы те же меры предпринимаем обычно в нашей стране, не только повышение налогов и так далее, у нас диаметрально противоположное. То есть, по моей логике, с точки зрения потребителя и обывателя, наверняка... Александр, по вашей логике, надо смотреть, что там не срабатывает, иметь негативный результат. Ну, и тут же делать, потому что у нас тогда будет положить интересный подарок. У меня ощущения именно такие. Потому что ничего не применимо, более-менее пристойное для нашей экономики. У нас диаметрально противоположное. У нас свой менталитет, свой какое-то видение. Но, во-первых, вот здесь коллега сказал уже, надо профессионально подходить к вопросам. И в этом смысле, ну, по понятному... Я понимаю, я вам пытаюсь... Логика для эфира, понятно. Да, нет, я вам пытаюсь просто, как бы, с точки зрения обывателя, дать оценку происходящему. Смотрите, значит, вот с точки зрения, ну, буквально два слова, если позволите. Вот децильный коэффициент, так называемый, о котором вы сейчас косвенно сказали, это соотношение 10% доходов, 10% самых бедных, самых богатых, в России действительно высокий. Действительно высокий, там, по-моему, 16, он превышает, да, показатель. Ну, сейчас поменьше, да, при этом... Тем не менее, это очень... Двухтысячный... Очень большой, за двухтысячные годы, фактически... В двухтысячном году, при этом, он был, вот я сейчас поднимал там данные, да, где-то там 24, где-то 34 указа, но точно он был больше в двухтысячном. То есть, некоторое там изменение в этом смысле, наверное, произошло, как раз в том числе и благодаря вот этим мерам, когда мы, значит, доходы вывели из тени, да, и мы, если у нас тогда сплошь, доходы граждан были не видны, особенно у тех, кто там зарабатывал мало, то сейчас они видны, и в том числе за счет этого, я так понимаю, вот этот вот коэффициент изменился. Действительно, ну, собственно, в чем смысл этого коэффициента? Считается, что если коэффициент превышает 10, то это, в общем, некое основание и некая потенциальная среда для, ну, такого, скажем, социального, значит, социальной нестабильности для беспокойства. Это правда, это действительно ситуация есть. И действительно, значит, снижать этот разрыв нужно. Это объективная совершенно потребность, и в этом направлении, ну, там, какие-то меры предпринимаются. Но вот не всегда, и мы начали, собственно, с этого разговора, да, не всегда простые и понятные решения дают нужный результат. Вот я скорее за то, чтобы ограничивать, ну, не ограничивать, а, скажем так, облагать налогами, там, чрезмерное потребление, да, ну, то есть, когда мы, там, предметы роскоши, там, покупаем, эксплуатируем. В частности, ну, от депутатов ФНФ вот была инициатива, которая принята законодательный коэффициент на автомобили, на дорогие, коэффициент к транспорту налогу увеличить. Они приняли, по-моему, это... Приняли, приняли. Это закон принял. Не они, а мы... Да, вы приняли. Да, с вашего позволения. Приняли, да. Приняли это решение. В том числе... В том числе... Большой вопрос, будет ли это работать. Ну, будет, будет. Потому что... Не так много у нас дорогих машин. О, слушайте, это вот... Я вот не согласен. Посмотрите на, значит, на дороги на улицы Москвы, и не только Москвы, кстати, любого крупного города, там, миллионника, и сравните их с улицами любого европейского города. Да мы, я не знаю, Монте-Карло отдыхает. Ну, у нас такой, у нас такой парк автомобилей... Монте-Карло и Россия, две большие разницы по размерам, да, и по численности жизни. Нет, я как раз говорю, что в Европе и в Америке намного скромнее и утилитарнее подходят люди к автомобилям. А у нас в Москве ездят на огромных там джипах. Вот я сейчас ехал по дороге, мне встретился Роллс-Ройс, Майбах, вот сейчас я в студию ехал. Здесь просто концентрация этих машин в центре всегда. В Санкт-Петербурге тоже самое, знаете, это... У нас, я к тому, что у нас парк очень качественный. И в этом смысле, и в этом смысле, вот ограничение вот этого употребления, значит, с недвижимостью, да, вопрос там и владения, и использования, значит, нужно вот довести этот комплекс мер, связанный там с кадастром, нужно вот все это учесть, все это посчитать для того, чтобы здесь какие-то, значит, сделать меры. То есть менять ситуацию нужно, но решения должны быть комплексными и продуманными, конечно. Ну, пока вот эти вот решения по недвижимости, допустим, у нас же там порог 300 миллионов рублей, да, с которого начинается действительно существенное увеличение налога. Вот у нас же по дорогим автомобилям приняли, но... 3 миллиона. Да, если рассматривать вот этот налог на престижное потребление. Но таких объектов стоимостью свыше 300 миллионов рублей... Но так же, как и количество машин свыше 3 миллионов тоже не так много. Это немного, совсем немного. Что касается машин, ну, тоже не будем переоценивать, ведь понятно, что теперь это будет не в личном пользовании. Ну, какая разница? Налог транспортный все равно будет взиматься, это же... Разница в том, что на самом деле будет корпорация, вернее, фирма платить это дело, переложит на потребителя, вот... Ну, собственно говоря, какие процессы пойдут? Нет, нет, если... Я согласен с логикой, что в конечном итоге за все платит потребитель, я понимаю, но, опять же, если мы все время будем, ну, к этому аргументу приходить, тогда получается, что вообще любое изменение, значит, ситуации, оно перекладывается на потребителей... А так оно и есть, по большому счету. По большому счету, да. Здесь, вот смотри, здесь еще одна вещь, о которой тоже нужно, на мой взгляд, говорить, и которая тоже будет менять там ситуацию. Мы сейчас к ней объективно, как я понимаю, не готовы вследствие там недостатков учета и всего остального. Вот у нас налоги, в том числе на доходы, у нас же фонд оплаты труда облагается, ну, в общем, довольно прилично вот этими самыми социальными платежами. 30 процентов. Для отдельно взятых там малых, инновационных, производственных 20 процентов. Ну, то есть, это, в общем, довольно серьезная нагрузка. Вот считайте, на фонд оплаты труда 30, плюс еще 13, то есть, итого 43. Ну, фактически на зарплату, да? Значит, по этим, вот если вот так считать, таким способом получается, что мы, в принципе, значит, по вот этому уровню налогообложения доходов, мы, в общем, близки прям к европейке. Да нет, но потребитель не чувствует этого, по большому счету, чувствует только работодатель. Вот я потребитель не чувствую этих 43 процентов, я чувствую только 13 процентов. Да, во многих странах, а во многих странах совершенно правильно. Но вы их тоже, кстати, не чувствуете, потому что у вас налоговым агентом выступает компания, в которой вы получаете зарплату, и она за вас платит эти 13 процентов тоже. Так вот, постепенное перемещение вот этой нагрузки с работодателя, с бизнеса, не дополнительная нагрузка на гражданина, я подчеркиваю. А куда? Кто будет платить? А перемещение, нет, ну, вот смотрите, для того, чтобы было честно. Вот ведь как, мы же все знаем, да, в Америке, когда обсуждают, говорят, вот я там получаю столько-то, минус налоги. И в этих налогах и фонд оплаты труда, и то есть человек понимает, что 40 процентов у него налоги. А у нас, когда мы говорим про зарплату, у нас даже в головах у людей нет, человек не понимает, что за него, за его налоги в пенсионный фонд и так далее, социальные платежи платит работодатель, абсолютно. И поэтому отношение ко всем этим, вот если мы постепенно, последовательно будем переводить вот эту тяжесть на конечного человека... Назовите мне политика, которая это будет делать. Сразу политический труп или он будет на политической обочине. Это нереально. У нас совершенно другая политика поведения по отношению... Особенно, когда мы провозгласили эту программу, социальный пакет, который был заявлен, по-моему, майские тезисы Путина. Ну да, 12-го года, 7-го мая, 12-го года. Это совсем другое мышление. Мы не готовы к этому. Но я же вам говорю как раз о том, что вот наша перспектива, нужно идти в этом направлении. Как это во всем мире? Облагаться налогами в большей степени должно все-таки не производство, а потребление. Мне кажется, что это вообще не самое главное. Это перспектива. Ощущение у меня такое, что это вообще не самое главное в нынешней ситуации. Переводить эту систему из одной системы в другую, ничего не меняв, по сути. Только мы будем усугублять психологию нашего гражданина. Он будет еще хуже относиться ко всей нашей системе, которую мы построили, или пытаемся построить экономически. Но это так. Но если так пытаться по-простому это объяснить, доходчиво, ну, суть проблемы-то не решает. Больше денег в казну не поступит. Ну, мы же просто немножко с вами о разных вещах говорим. Я говорю про эффективность экономики. Я пытаюсь расшифровать то, что вы говорите, а вы мне говорите неправильно. Я с вами соглашусь. Убедите меня в том, что это неправильно. Ну, окей, давайте. Это действительно, наверное, сегодня не предмет. Это такая, знаете, потенциальная цель, да, перспективная. И сегодня можем действительно это там не обсуждать, но в этом есть определенная логика. Значит, налогами должно облагаться потребление, а не производство. Это инструмент для развития экономики. Нет, с этим я с вами согласен. Все, точка. Я согласен. Ровно об этом я и говорю. Да, но интересна тенденция, которую уже зафиксировали. И мы это в докладе отметили, что как раз вот этот налог на богатство, налог на потребление от этого страны ОСР уходит. Вот тенденция с 2006 года, они сами... Да, он существует еще в разных странах. Потому что результат не получил. Тенденция и в других, поэтому, ну что, мы будем двигаться в противоположном направлении. Тенденция вот именно такая. А прогрессивная шкала с высокими ставками, она существует. Как мы видим, двигают туда-сюда, добиваясь неоднозначных результатов, а точнее негативных. Поэтому там уже прошли через этот налог на богатство. Я не говорю, что у нас не надо там в какой-то форме, ну вот действительно там с автомобилями или с недвижимостью, но не так про формы ради. Вот недвижимость, по-моему, это про формы ради то, что было принято. Порог 300 миллионов рублей, просто не надо переоценивать эти меры. Они в этом русле, но они, я как говорю, не стоит переоценивать значения с точки зрения того, какую они роль могут сыграть в сокращении или ослаблении проблемы социального неравенства. Мы продолжим эту тему сразу после новостей на Финамоффе. Из кризиса за счет богатых этот вопрос мы сегодня обсуждаем. Это тема нашей программы. У нас в гостях директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев и член ревизионной комиссии Объединенного народного фронта, первый зам предкомитета Госдумы по экономической политике Виктор Климов. Итак, мы поняли, что опыт, который неприменим по большому, а может быть и применим в нашей стране, то есть ввести эту прогрессивную шкалу налогообложения в какой-то части, потому что именно этот разрыв очень большой между богатыми и бедными, может быть и есть смысл ввести. Нет? То есть вы не согласны с этим? Нет, принципиально, я считаю, что, послушайте, во всех странах, в развитых странах это есть. И у нас, естественно, принципиально это должно быть. Это более социально справедливо. Да, да. А другое дело, когда это делать, да, и механизм исполнения. Но вы согласны, что поздно? Нет, я вообще считаю, ну, там, на мой взгляд, во-первых, это не во всех странах есть, и я уже в начале передачи говорил про то, что... Во всех развитых странах это есть. Слушайте, ну, у нас вот центр прибыли переместить, ну, вот я много общаюсь с предпринимательским сообществом, понимаю, как устроена логика бизнеса и действий, да. Бизнес, он работает там, где выгоднее. И перевести центр прибыли от производства, которое размещается здесь, перемести его в Казахстан, ну, в общем, ничего не стоит. Это делается за один день. По большому счету, и сейчас вывод капитала происходит. И доходов, и вывод капитала, вот, совершенно верно. Поэтому, поэтому, как только мы начинаем говорить о том, что, значит, давайте вот поднимем, значит, налогообложение богатых, у нас тут же начнется в той или иной форме оптимизация. Вот я вот совершенно... и выводы, как я понимаю, вашего доклада, они, в общем, ровно о том же. Вот мне кажется, что более эффективно, и в том числе, в каком-то смысле, это освещает, ну, той идее, что ли, которую вы в названии программы заложили, да. Нужен комплекс мер, может быть, вот другого плана, да, не только, там, налогообложение и потребление, там, роскошь и всего остального. Но, смотрите, в том числе, вот, на экономическом форуме, в бюджетном послании Владимир Владимирович Путин давал четкую, совершенно установку, это понятная проблема в экономике офшора, да, вот диофшоризация. Вот когда у нас конечный бенефициар находится где-то за пределами страны, значит, и прибыли все уходят туда, и там вообще практически не облагаются никакими налогами, да, и страна не получает от этих доходов ничего, вот это, наверное, проблема. Вот этот комплекс, и сегодня, ну, как бы, работа в этом направлении идет. Экономических проблем можем множество назвать. Девшоризация, еще, ну, масса чего. Но эти проблемы связаны очень. Сейчас богатые с применением той же прогрессивной шкалы должны платить больше или не должны платить больше? Я утверждаю, что все развитые страны, у нас, кстати, есть приложение замечательное, вот, вот, все страны, они здесь вот, да, вот, 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 они все перечислены. Естественно, есть, там, ряд стран ближневосточного региона, где, в общем, есть и нулевые ставки, офшорные страны, но, ну, что, это, это ориентир. Принципиально, стратегически, безусловно, это должно быть. Вопрос о том, что вовремя мы не ввели, и когда введем, или когда вводить, вот в чем вопрос. И в каком виде это будет еще? Потому что, если, да, послушать последние заявления на питерском экономическом форуме, последние на ябрские, мы ей даем такой прогноз, что, скорее всего, это, это будет. И это только ухудшит ситуацию в экономику. То есть, наша позиция такая, безусловно, собственно говоря, анализ к этому подводит. Это надо делать. Но надо и соизмерять с теми реалиями экономическими, которые есть, и что показывает зарубежный опыт. А он говорит о том, что, если будем руководствоваться чисто политическими соображениями, то можем как раз экономике навредить. И это будет мера из разряда шараханий. То, что сейчас уже есть. То тарифы заморозим, то давайте с пенсионной реформой намутим, бог знает что. То давайте, вот, проекты из ФНБ. А оно все хуже и хуже. А экономика от стагнации в рецессию идет. А любое изменение в налогообложении, подоходный это налог, особенно в сторону повышения, вы понимаете, что это негативный всегда сигнал для экономики и для бизнеса. Виктор Владимирович, я же о том же говорю, что если сейчас... Я же о том же говорю, что шарахаться здесь не надо. Мне кажется, у нас в целом с вами похожие достаточно позиции. В общем, не противоречит одно другое. Это просто, ну, я вот исхожу из сегодняшних реалий, из сегодняшних условий. Конечно, нам очень хочется сравнивать себя с развитыми странами, с Соединенными Штатами, с Францией, с Германией. И это правильно. По каким-то позициям и, так сказать, смотри за образец. Но есть несколько там важных моментов. Ну, еще раз, я уже сказал, что у нас под боком находятся соседи, которые такие же, как мы, и у которых режимы налоговые принципиально другие. И сегодня уже мы точно совершенно наблюдаем вот этот вот переток бизнес-активности к нашим соседям, да, где комфортнее получается. И нам за это нужно бороться. И на это, в общем, все установки сегодня президента страны и правительство этим занимается. Вот. Это первое. Второе, когда мы говорим про развитые страны, значит, давайте не забывать две вещи. Первое, вы совершенно правы, когда говорите про, значит, сроки, когда вводить. Вот то, что пытались поднять от этой дифференцированной шкалы, поднять верхний уровень, да, то, что вот там Алан сделал во Франции, ну, не сделал, а декларировал. Значит, там Великобритания, по-моему, ну, поднимали вот как раз на волне кризиса. Оно привело вот как раз к тем негативным последствиям, о которых вы говорите. А когда эти прогрессивные шкалы там были введены? Когда они вводились? В каких условиях? Вы понимаете? Здесь принципиально это повышение фискальной нагрузки на богатых или нет? Я бы не привязывал это к кризису. Я вот о чем пытаюсь сказать. Нет, мы пришли уже к выводу, что принципиально нужно повышать. Нет. Я так понял. Нет. Нет? Я не согласен с этим. Почему? Вот в чем наша разница. Подождите. Мы, да, мы считаем, что, безусловно, это надо делать. Это надо делать. Вопрос в том, когда это делать. Вопрос в том, что благоприятное время у нас мы уже упустили. Вопрос в том, что риски этого растут. Как вы это будете администрировать? Вот в тех реалиях, которые сегодня. Нет, подождите. Вот потому что, нет, просто смотрите. Как все страны администрируют, а мы какие-то особенные. Когда вы говорите, когда вы говорите, это надо вводить. Вот давайте так поймем. Вот аудитория это воспринимается, как вот надо вводить. Не через пять лет, не через десять. Нет, аудитория слышит. Аудитория слышит то, что я уже не раз сказал, что если мы будем руководствоваться политическими соображениями, то вводить сейчас, это значит еще один отрицательный стимул дать экономике. Расшифруйте, что вы имеете в виду политические. Политические? Это значит, что у нас уже сейчас вся жизнь выстраивается политическая под восемнадцатый год. Почему еще риски-то растут? Это электорально выгодное мероприятие, реализация этой меры. Большинству это, естественно, понравится. Поэтому какой там анализ, чего там экономика, большинство за, давайте эту прогрессивную шкалу. Вот что я имею в виду, когда говорю политические. Чтобы восемнадцатый год, так желаемую преемственность сохранить властями, риски и реализации этой меры, они растут. Да, Виктор Владимирович. Ну, мне просто кажется, что, как это, таким, так оценивать компетентность правительства, наверное, не стоит. Ну, потому что все-таки все понимают, что если мы сейчас эти решения будем принимать, то это приведет как раз, как это, социально это будет на уровне разговоров, на уровне разговоров популярно. Но мы понимаем, что мы недополучим доходы. Виктор Владимирович, вы уже сами приводили пример, вы сами задели компетентность правительства. А повышение социальных страховых платежей для индивидуальных предпринимателей в два раза, к чему оно провело. И что, это не демонстрация некомпетентности? Об этом говорили многие. Но нам удалось... Поэтому, зря, я вам еще могу, лучше давайте... Я, кстати, в том числе... Массу примеров некомпетентности. Я, кстати, в том числе об этом говорил, но не удалось убедить. Вот это отдельный интересный вопрос. Да, моя позиция. Некомпетентная, непрофессиональная. И могу это еще... Массу примеров подтвердить. Да, тем не менее, я согласен с тем, что решение было, если про социальные платежи не очень там продуманным, это однозначно. Нам удалось его пересмотреть. Понятно, что потери при этом... В том-то и веще. ...серьезные, да. И потери... Все обратно не вернутся. Потери имиджевые, о которых вы говорите, действительно, ну, это правда. Но, как это, как минимум, хорошо, что нашли в себе силы, значит, признать, что это было не... Да, но, тем не менее, назад ты уже не пойдешь. Или не хотят идти назад. Нет, нет, нет. Дело сейчас назад никто не собирает. Насколько я понимаю, даже с большим трудом, да, те предложения, которые высказывали предприниматели, нашли отклик в правительстве. Ну, очень... Если мы вспомним сейчас эту историю, она была реально очень тяжелой, да, и я как раз, ну, как это... Был самым активным участником, наверное, той дискуссии с правительством, да, у нас там и... Кстати, СМИ, на самом деле, я вот при каждом удобном случае говорю СМИ спасибо за очень серьезную и качественную поддержку, потому что именно предпринимательскую позицию, именно позицию бизнес-сообщества СМИ довольно активно поддерживали. Да, и в этом смысле вот именно вот этим вот общими усилиями, этим давлением инициативы, ну, там, и депутатов, и ОНФ, их удалось реализовать и правительство убедить. Это правда. Но тогда я все равно не могу понять. Честно. Вроде как все за, но поздно. Так что делать в этой ситуации? Вот вы сделали анализ. Вроде все понятно. Мы, как всегда, не впереди планеты всей. Не говорили, но это тоже очень важно и интересно. Я ведь говорил только о странах, которые повышали верхнюю ставку подоходного налога. Но в этот период были и страны, которые понижали. Знаете, мы не рассматривали страны, которые не двигали, да? Мы же смотрели. Очень интересно. Польша, кстати, понизила верхнюю ставку, там, с 40 до 32 процентов. Израиль понизил. Результат. Результат Польша, Израиль даже в минус не ушли. В отличие от подавляющее большинство стран в первую волну кризиса. Там плюсовые темпы экономического роста остались. То есть, получается, что опыт стран, которые повышали, говорит о том, что это тормозило. А опыт стран, которые... Великобритания, там тоже интересно. Ведь там заранее еще, в общем, еще не знали, что вот она. В конце 2008 года первая волна накатывает. Было принято решение, что с начала 2009 года они повышают налогообложения богатых. Те, кто имеет доход свыше 150 тысяч фунтов в год, должны были платить существенным образом больше. Так вот, они в конце 2008 года приняли решение, что нет, отодвигаем. Не будем мы с начала 2009 года реализовать эту меру. Отодвинули на 2011 год, потом, правда, чуть ближе. В Великобритании, как мы знаем, тоже ситуация получше будет. Во всяком случае, это не Франция, Португалия, вот это все, Греция и другие все страны. Поэтому и с этой стороны опыт говорит других уже стран о том, что вот в кризис, в состоянии экономической неопределенности не надо, как бы это ни показалось социальным справедливым, это действительно социально справедливо, не надо это делать. Надо делать в условиях устойчивого экономического развития. Я подхожу к ответу на вопрос, да что же в конце концов. Вот наше мнение, вот сейчас это, как бы это не было правильно, принципиально, о чем уже не раз и я говорил сегодня, это реализовать нельзя. Просто из чисто прагматических экономических соображений нельзя. Экономика должна стабилизироваться и перейти к росту. Мы продолжим сразу после новостей. Так надо или нет повышать налоги на богатых? Насколько это эффективно? Пока мы приходим к выводу, что не надо, не все с этим согласны, но тем не менее. Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев у нас сегодня в студии, а также член Ревизионной комиссии Объединенного народного фронта, первый зам предкомитета Госдумы по экономической политике Виктор Климов. Если Игорь Николаев говорит о том, что поздно, все, не надо вводить... Пока не надо. Пока не надо, по крайней мере. И из того перечня стран, которые вы нам сегодня представили, кто наоборот понизил эту ставку, да, Россия же в их числе. Мы просто не понизили, мы ничего и не повышали. Ну, там нечего было. Верхней ставки не было дифференцированной. У нас была, как была, так и есть 13%. Так, да, хорошо. Виктор Владимирович, все-таки мы должны вводить или не должны вводить? Я уже сказал свою позицию. Вот для меня вот этой отдаленной перспективы, когда по какой-то логике мы должны будем это сделать, я ее сейчас не вижу. Если у нас будет более стабильная экономическая ситуация, мы можем это вводить? Я против этого решения. Я еще раз, я уже сказал свою позицию. Значит, и как раз мне кажется, что то, что Игорь Алексеевич сейчас говорил, опыт стран, когда в тяжелой экономической ситуации страны понизили и получили, наверное, больший результат, то есть приблизились к плоской шкале, получили больший в этом смысле экономический результат. Это в каком-то смысле, ну, такое свидетельство. В любом случае, в любом случае, может быть, мы и придем к этому, я как это не могу там радикально сейчас сказать, что нет никогда. В любом случае мы точно не можем этого делать, независимо, там, кризис или не кризис, до тех пор, пока мы, ну, в том числе и не решим массы вопросов, которые сегодня стоят перед, там, системой учета, перед системой контроля, потому что, ну, как, допустим, вот в той же Франции, которая сегодня неоднократно упоминалась, там сквозная система учета данных, там, по налогам, значит, она позволяет, она сводит все, то есть и доход, и налоги гражданина, с доходом и налогами компаний, в которой он работает, и там практически, практически невозможно что-то соптимизировать, потому что, если соптимизировалось здесь, то вылезло тут же несоответствие где-то в другом месте, и это на уровне IT, в общем, контролируется, решается. Сегодня вот этого, ну, как бы, такой результативно работающей конструкции, да, которая бы у нас все это мониторила, там, соотношение с бизнесом, которая бы показывала, там, доходы, да, ее сегодня, ну, по сути дела, там, она до конца не создана, в этом направлении много предпринято усилий, но, допустим, вот есть одна тема, она близкая к этой, просто я ее сейчас чуть-чуть затрону, да, вот у нас сегодня одна из проблем, которую мы довольно активно обсуждаем, высокая закредитованность населения. Вот граждане под свои вот эти зарплаты, обложенные вот этими самыми, облагаемые вот этими самыми налогами, берут кредиты, причем огромное количество, значит, ну, количество кредитов и общая закредитованность растет намного быстрее, чем доходы, да, у нас в некоторых регионах, там есть, мы тут оценки сделали, в некоторых регионах граждане в среднем должны попять зарплат, там, Калмыкия, Бурятия, Ульяновская область, а когда мы начинаем говорить банкам, давайте, значит, коллеги, мы вам вменим в ответственность, чтобы вы там пятый и десятый кредит не выдавали, а они говорят, слушайте, ну, вот нам гражданин приносит два НДФЛ, у него там доход нарисован. Они понимают, ну, по закону, вот, как бы справка есть, печать есть. Они это принимают. Они говорят, что базы, в которой мы бы могли это все сверить, там, в целом по закредитованности, ее тоже нет. Я к чему? К тому, что для того, чтобы эффективно регулировать, нужно создать конструкцию, которая бы позволяла нам самые разнообразные тонкие инструменты, значит, в этой сфере применять. В том числе, вот, была бы полезна такая система, которая бы позволяла нам точно совершенно видеть вот эту вот прозрачность доходов, зарплаты всего остального. Тогда, тогда можно, как говорится... Пока мы только читаем журнал Forbes, видим рейтинг самых богатых и желание, чтобы они поделились. Ну, это сложная задача, и надо понимать, что у нас рыночные экономики, извините, да, у нас рыночные экономики, в общем, не так много лет, и мы его довольно быстро преодолеваем, путь становления. Вот, кстати, сказал до того, как вы сказали фразу, что у нас рыночные экономики не так много лет, а всё ложится в контекст того, о чём я хочу сказать. Почему благоприятная почва-то такая для того, чтобы, в общем, большинство действительно одобрительно относилось? И почему я говорю, политически это выигрышные мероприятия, и в этом риски, если учтут это, не будут руководствоваться чисто экономическими прагматизмами для... прагматикой такой, хорошо для экономики или плохо, что за рубежный опыт, а вот... А потому что, если посмотреть, ведь у нас уровень патернализма со стороны государства, он за годы вот как раз становления рыночной экономики и за 2000-е годы он существенным образом вырос. Вот лучший показатель здесь, структура по доходам, сколько составляют социальные выплаты в доходах населения, сколько зарплата, сколько дохода от собственности. Вот социальные выплаты, сейчас этот показатель в структуре доходов населения приближается к 20%. Я специально посмотрел, советские времена, там такого не было, 16, 17, 18%. Ну, в 90-е годы прошлого года, естественно, меньше было. То есть зависимость, да, а доля зарплат соответственно снижается, доля доходов от собственности, от предпринимательской, зависимость от кого-то, от государства в данном случае, граждан, населения, она повышается. То есть это же на самом деле, конечно, вот кто-то должен, дал нам случай государство, а вот лучше еще бы, чтобы богатые поделились. Это ненормальная ситуация. Вот когда доля социальных выплат растет, и она достигает того, как я уже сказал, в советской экономике такого не было, это должно заставлять задуматься. Но это же благоприятная почва для того, чтобы вот это вот, давайте богатых сейчас, вот она была такой твердой и устойчивой. Да, вы с этим согласны. С этим согласен абсолютно, да. Я за то, чтобы мы создавали условия для предпринимательства, для предприимчивости, для самостоятельности, не меняли по возможности, стабильно сохраняли правила игры, снимали там, где это возможно, значит, ограничения и барьеры. Ну, в общем... Самое поразительное, что об этом бесконечные разговоры, но вот и ныне там. Ну, вы знаете... Такое впечатление, что мы говорим об одном, а действуем совершенно по-другому. Не совсем. Какие-то вещи делаются, какие-то делаются, потом возвращаются. У меня такое впечатление, что нет вот этой программы целостного восприятия того, что нужно делать. Этой дорожной карты, её нет. А если она и есть где-то в голове, то обязательно с разных сторон появляются какие-то нововведения, которые разрушают всю эту структуру и видение того, что нужно сделать. Вот эта программа, да, она не срабатывает. У нас переходная экономика, и не только экономика, а у нас с вами переходное состояние общества в том числе. У нас в обществе... Вот я абсолютно согласен, Игорь Алексеевич тут правильные вещи сказал. Люди не привыкли. Более того, они многие шаги государственные сейчас видят в повышении вот этого вот патернализма. Государство действительно социальное. Это очень правильно, что мы все социальные обязательства выполняем. Но людей одноразово изменить людей и сделать их готовыми к самостоятельной экономической активности, вот просто так, это очень тяжелая история. Но у нас же, к сожалению, процесс-то обратный идёт. Вот в чем проблема. У нас зависимость людей от государства, от дяди, от кого-то, её повышают. Мы повышаем эту зависимость. В том числе, кстати, и неоднократно упоминаемыми мерами, такими, как по социальным и страховым платежам для индивидуальных предпринимателей, когда люди попытались было, кто-то это, а им, и они ушли, и уже не вернули, и всё. И вот где-то там, около государственной структуры, там устроился, немножко он получает, и доволен. Знаете, я для того, чтобы... Доволен. Просто для того, чтобы, значит, у нас там с вами был, как это, несогласие, всё и совсем... У меня есть ещё всегда и другая сторона этой медали, и я о ней всегда напоминаю, потому что о ней часто забывают. К сожалению или к счастью, не знаю, но это факт. В данном случае существенная... существенная ответственность за то, как меняется наша экономика, лежит на самих предпринимателях, на бизнес-сообществе. Потому что нельзя, рассуждая в патерналистской модели, требовать от государства, чтобы государству всё дало. Понимаете? На самом деле свою часть пути должно проделать и бизнес-сообщество. Потому что никаким... Вот нет другого механизма для того, чтобы тиражировать предпринимателей, кроме как, значит, успешный бизнес, малый бизнес, предприимчивые люди, значит, креативный класс, да, вот это вот самозанятое население. Вот только они могут воспроизводством себе подобных, ну, я имею в виду в социальном, в деятельностном плане, да, только пропагандой своего образа жизни, своего образа мыслей. То тогда, как бы мы не создавали условия, но на фоне того, что у нас демографический спад, на фоне того, что у нас, значит, образовательность тем высшего образования сильно заточена, несмотря на то, что там везде есть про предпринимательство какие-то курсы, но, тем не менее, на самом деле, по факту заточено на людей, которые идут потом работать в крупной корпорации, потому что это, ну, более устойчивая, да, стратегия для выбора жизни. То есть на фоне вот таких факторов мы получаем, что у нас, как бы там мы не создавали условия, у нас некому предпринимать. Ну, то есть вот люди, которые, да, готовы, которые, вот они откуда возьмутся. Вот этим нужно заниматься. Это, к сожалению, не только... Или, к счастью, еще раз, да, это не только государственная задача. Игорь Алексеевич, вы с этим не согласны? Нет, ну, я считаю, что чтобы бизнес этим занимался, надо создать... А кто институт это? Ну, кто? Ну, что? Ну, естественно. Сами они себе не создадут условия, это понятно. Тем не менее, я благодарю вас, господа, за то, что вы пришли, но вывода как такового не могу сделать. Не понимаю пока до конца, насколько нам необходимо. Это прогрессивная шкала налогообложения. Наверняка это уже поздно делать реально. Не успели мы чуть-чуть. Хотя с точки зрения политики, вы правы, Игорь Алексеевич. Давайте будем реалистами и давайте будем людьми компетентными. Решение принимать компетентно. И сейчас этого точно делать не надо. Спасибо, это была программа «Абсурд» и до встречи.